и с максимальной выгодой для вас. Высочайший уровень и качество риэлторских услуг Александра Сорокина – ваш правильный выбор. Только для вас 4 раза в неделю в прямом радиоэфире авторская программа Александра «Двигаем недвижимое». Звоните Александру 503-863-9369. Добрый день всем. Как обычно, по вторникам и по пятницам мы говорим о недвижимости, анализируем, разбираем конкретные случаи и отвечаем на ваши вопросы по телефону 971-319-1130. Вы можете не только звонить, но и присылать ваши текстовые сообщения. 971-319-1130. И сегодня Александр Сорокин, ведущий этой передаче, проанализирует многие факты, много информации, которую он уже перелопатил, с позволения сказать, до этого. И сегодня будет очень интересная программа. Ну, добрый день, Александр. Как настроение? Добрый день, Андрей. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо. Замечательное настроение, рабочее. Да, и я хочу вот у тебя спросить, как вот начало Третьей мировой войны или ядерной войны отразится на недвижимости? Не хочу в таком ключе вопрос. И даже мысли у меня такой нет, ни о каких Третьих ядерных и прочих. Если это к тому, что тут нагнетается в новостях последних о том, что может быть там где-то кто-то по кому-то опять выстрелит в упреждение там чего-то, то у нас обычно на такие вещи фондовые рынки реагируют спадом. Это означает, что деньги оттуда убегают и прибегают куда? В облигации. В облигации, если они прибегают, это означает, что доходность облигаций падает, моргач рейд наш, соответственно, тоже падает. Да. Не только ракеты падают, только бомбы. То есть вот такая простая логическая цепочка, это, знаете, вот зная то, как развиваются события и проводя какие-то исторические параллели и отслеживая то, действительно, как это уже было и что происходит в результате подобных всяких разных вещей, можно на самом деле вроде бы из каких-то абсолютно посторонних идей, из посторонних событий делать вывод о том, как это повлияет на наш с вами рынок недвижимости и на все, что с ним связано. Ну, мы сейчас говорим конкретно о ставках. Если, соответственно, эти ставки упадут, то большее количество покупателей сможет себе позволить более дорогой дом, что, в свою очередь, опять же, отразится очень просто, то есть большее количество людей появится на рынке и они начнут продавливать опять цену вверх. Мне очень часто в последнее время задают вопросы о том, что с рынком происходит сейчас, но, на мой взгляд, все достаточно очевидно. Мы находимся в таком весеннем сезонном режиме и обычно, и в том числе и сейчас происходит все очень просто. У нас появляется большее количество листингов. Опять же, вот по Орегону мы это однозначно можем сказать. В Кларк Каунте, в Вашингтоне, пока у нас немножко задерживается в этом смысле. То есть там есть такое незначительное движение вверх по количеству листингов, но все равно недостаточное, по крайней мере, в сравнении с прошлогодними цифрами еще пока маловато. И следующий, соответственно, момент, который с этим связан, это увеличение цен. То есть количество листингов появляется, но количество людей, желающих приобрести их значительно больше. И мы уже привыкли видеть то, что количество pending deals у нас больше, чем даже количество появившихся новых листингов. Это уже как норма. Мы это видим постоянно. И у нас есть даже такие, знаете, у риелторов определенные таблички, которые мы из достоверенных источников типа RMLS, и прочих берем, и по Орегону и по Кларк Каунти показатели марта вообще удручающие. То есть у нас 1.3 месяца инвентария на рынке. Это очень мало. Это просто, ну, можно сказать, что на уровне каких-то исторических минимумов. Апрель вполне вероятно сейчас, судя по тем цифрам, которые мы видим, эту ситуацию поправит, но учитывая, что дефицит имеет место, то падению цен неоткуда взяться. То есть здесь, в общем-то, достаточно, вот, именно в этом моменте какие-то экономические законы, они работают очень четко. Они могут не работать или работать некорректно в каких-то других, но вот конкретно вот в этой ситуации все прослеживается достаточно ясно. И вот те цифры, тот объем информации, который вот мы сегодня будем в нашей программе рассматривать, я всех призываю присоединяться, делиться своими мыслями, потому что очень интересно у нас может пройти дискуссия. Это очень интересная информация, которая позволит определенным образом собраться с мыслями и продавцам, и покупателям. Потому что мы всегда рассматриваем это с обеих сторон, никогда это не делаем однобоко, то есть, несмотря на то, что у нас весна, я никогда не говорю, ребята, продавцы, быстро выходите, продавайте свой дом, потому что это самое идеальное время. Мы всегда должны понимать, с какими рисками сопряжен такой выход у продавцов даже в горячее время, что им нужно сделать для того, чтобы их дом получил такое надлежащее место на рынке, чтобы он был представлен максимально ярко, чтобы его можно было продать за так называемый топ-доллар, как у нас принято говорить. И что касается покупателей, здесь, в общем-то, очень похожая постановка вопроса, что первое, с чего вы начинаете, это с получения приупровала, за исключением случаев, если вы не кэш-байер, и получение приупровала, оно в данной ситуации не является какой-то такой ненужной формальностью. Это тот документ, это тот, так скажем, первый источник, по информации которого мы с вами действуем дальше. И перепрыгивать через вот эту стадию абсолютно нереально и нельзя. Она всегда предшествует, потому что, первое, вы можете обмануться с тем, что вы можете себе позволить, и все вместе мы потратим время зря, то есть вы будете искать себе дом за 400 тысяч, а выяснится, что можете только за 300 приобрести. Опять же, потом будут все виноваты, кроме вас. К сожалению, так бывает у нас очень часто. И второй момент – это то, что вы, общаясь очень плотно с лоунофисерами, подбираете себе ту необходимую финансовую программу, по которой вы в дальнейшем будете себе что-либо подыскивать. Здесь, конечно, без каких-то профессиональных советов со стороны риэлтора, наверное, тоже не обойтись, и вы сами понимаете и слышите, что мы в наших программах постоянно обсуждаем эти вещи и говорим о том, что не все лоунофисеры одинаковые, и не все предоставляют одни и те же программы. Многие, которые, я имею в виду программы, которые требуют, допустим, какой-то аккредитации лоунофисеров, они, соответственно, доступны тем не всем, и не все лоунофисеры получают такую аккредитацию, а, соответственно, я имею в виду в каких-то государственных структурах, агентствах, которые курируют эти программы, а раз так, то они, соответственно, вам ее и предложить-то не могут. Поэтому здесь вопрос очень важный о вашей информационной осведомленности, о том, сколько вы тратите время не только на изучение зилу, потому что вам это приятно и вроде как понятно, для чего это делается, а еще и на то, чем вы подкрепите свое финансовое участие в этом вопросе. Вопрос по даунпейменту – это как бы один вопрос. Клоузинг касс – это тоже в той же части и плоскости. А вот вопрос о том, что за финансовый продукт вы используете по факту, который вы, опять же, будете в теории выплачивать 30 лет. Я понимаю, что многие либо расплачиваются раньше, либо продают дом раньше, но тем не менее. То есть это достаточно долгосрочная инвестиция такая, и если у вас не будет полной информации или вы ошибетесь с выбором этой программы, то это может вам больно аукнуться даже в ближайшей перспективе. Потому что, допустим, mortgage rate вы какой-то завышенный можете использовать, хотя реально можно было взять намного ниже. Или вы используете какую-то программу, которая наименее предпочтительна в вашей ситуации, а loan officer, соответственно, вам об этом не сказал, потому что у него в его арсенале других программ и нет. То есть вы обратились, не стали так называемый шоппинг делать, с риэлтором со своим не посоветовались, и в итоге вам дали какой-то приопровол, вы увидели какую-то там цифру, на которую вы можете рассчитывать при покупке дома, и все. И на остальные вещи закрываете глаза и побежали искать дом. Нашли дом, дай бог приобрели, а потом начинается самое интересное, когда вы получаете билл и думаете, что за цифры такие, почему, откуда они взялись, ну и так далее. Поэтому, чтобы потом не разочаровываться и потом не искать виноватых, вот этот вопрос о том, как вы будете платить, сколько вы будете платить и как долго, это ключевой вопрос на берегу. Зная ответы на эти вопросы, вы можете себе, соответственно, подобрать дом, и он будет не просто радостной покупкой, а еще и продуманной. У нас, к сожалению, не всегда эти два момента присутствуют одновременно. У нас бывает сначала радость, а потом ой-ой-ой, что мы сделали. Так вот, чтобы такого не получилось, все-таки продумывайте эти вопросы, ищите ответы на них и не стесняйтесь спрашивать и риелтора своего, и лоунофисера, о том, что реально есть на рынке. Если вы видите, что, допустим, ваш лоунофисер не говорит вам о том, что в вашей ситуации может быть, а что-то навяливает одно конкретное и все, то старайтесь все-таки получить какой-то second opinion, второе мнение, то есть где-либо у любого другого лоунофисера, потому что вот здесь нужно помнить одну очень важную вещь. Если вы в течение 30 дней обращаетесь к абсолютно неограниченному количеству лоунофисеров в рамках, так скажем, подбора кредитной программы для покупки дома, то ваш кредит скоро все равно упадет на какое-то одно и то же минимальное значение. То есть, к примеру, вы обратитесь к одному лоунофисеру, он запросит вашу кредитную историю, и вы обратитесь к 10 лоунофисерам в течение тех же самых 30 дней, и они все 10 запросят вашу кредитную историю. Так вот, образно я выражусь, я не знаю, насколько конкретно поинтов ваша история упадет, но в первом случае, когда вы обратитесь только к одному, к примеру, она упадет на 5 баллов, и когда вы обратитесь к 10, она тоже упадет всего лишь на те же самые 5 баллов, не на 50, а на 5. Поэтому этот шоппинг, он очень важен и ни в коем случае от него не отказывайтесь. Я понимаю, что все это сопряжено с очень большим количеством времени, потому что лоунофисеры все требуют какую-то там документацию по определенному списку, но здесь тоже не нужно переоценивать эти все сложности и трудности, потому что списки эти, как правило, совпадают. Если вы, соответственно, обратились к одному с этим списком документов, и он у вас уже есть, то предоставить эти же самые документы очень редко, когда требуется что-то еще, допустим, второму или третьему, это уже не так сложно и не так трудозатратно. Более того, очень часто даже встреча ваша с лоунофисером в принципе не обязательно. То есть вы эти вопросы можете и по e-mail решать, и по телефону, как угодно. То есть здесь не нужно отрываться от работы или тратить на это много времени. Но польза от этого очень серьезная, и тот эффект, который по факту у вас будет, он просто огромен. И если вы сами себе в этом отказываете изначально, то пеняйте потом только на себя, потому что вы как минимум не использовали, не имели выбора и не имели тех опций, среди которых, возможно, было что-то более интересное. Представьте, что если вы даже, допустим, 10 лет в этом доме перед продажей живете, у вас будет, соответственно, 120 платежей ежемесячных. И даже каждый раз, если вы там, не знаю, 20-30 долларов в месяц переплатили, вот оно уже набегает там 3,5-4 тысячи на пустом месте. Но это самый такой понятный пример. Поэтому старайтесь все-таки получать ответы на все эти вопросы, еще раз говорю, на берегу. Задавайте и напрягайте своих риелторов, потому что я понимаю, что я сам риелтор, и я не могу отвечать конкретно на какие-то финансовые вопросы, потому что моя лицензия это мне запрещает. Но, по крайней мере, у меня есть информация о том, кто из лоун офисеров какие программы предоставляет, и это уже как минимум плюс, потому что, опять же, в зависимости от вашей ситуации, допустим, вы не можете себе позволить приобрести дом с каким-то серьезным даунпейментом или вообще бы хотели обойтись без него, а такие программы есть, они так и называются Zero Down, то есть лоун офисеры, которые этим занимаются, а есть, которые этим не занимаются. Поэтому, если это ваш случай, то вам нужно обращаться к одним. Если же вы хотите там что-то другое, то вы можете обращаться к кому-то другому. Но это вот самый такой понятный, наверное, пример, когда вот такие вопросы о том, да какая разница, к кому из лоун офисеров обращаться, так же, как, наверное, кто-то скажет, какая разница, с кем из риелторов работать. На практике вы эту разницу увидите точно, потому что вот по лоун офисерам я говорю, здесь очень важный момент, что не все предоставляют одно и то же, но по риелторам это вопрос их собственного уровня профессионализма и этики и многих разных других вещей, которые вы можете действительно только на практике узнать и по советам, может, каким-то других людей, кто уже являлся их клиентами. Так что вот достаточно очень просто. Теперь о нашей информации за неделю, за последнюю, вот с 7 по 14 апреля. Чуть уменьшилось у нас количество новых листингов здесь по Орегону, по нашим этим трем каунти, в Портлон-метроэре, 823 листинга, по Кларк-каунти 247, то есть по Кларк-каунти серьезный такой рост в сравнении, опять же, с трехдневной давностью. А уменьшилось где? Уменьшилось здесь у нас в Орегоне, то есть на 50, это очень серьезная цифра. Да, май уже совсем рядом. Май уже рядом, да, но и количество пендинг-листингов, вот смотрите, 823 новых появилось и 837 пендинг, то есть на 14 больше, то есть люди опять начинают выгребать то, что у нас уже было даже до этого. Интересно. Да, то есть есть дома, которые не сразу становятся пендинг, в каких-то ситуациях риэлтор сразу правила игры задает и говорит о том, что сегодня листинг, через неделю мы рассматриваем офферы и, соответственно, мы уже в нашей статистике этот дом как пендинг видим чуть позже, хотя реально он мог быть пендинг в тот же день, просто пытается вот немножко ажиотаж такой сделать и это к вопросу маркетинга относится, конечно. И очень интересная цифра по количеству домов, которые имели снижение цены, как правило, это снижение, это категория price change. Вот 335 по Орегону изменилось в стоимости, как правило, это идет вниз, очень редко, когда вверх, есть такое, но очень редко. И по Вашингтону там цифра вообще серьезная в сравнении с количеством новых листингов 131. То есть если сравнить одно с другим, то вот появляется, допустим, у нас сегодня за неделю 200 домов и за эту же неделю 100, которые когда-то ранее появлялись, они снижают цену. Представляете, то есть каждый второй. Это очень много. Это говорит о том, что каждый второй дом у нас переоценен, это говорит о том, что нужно очень корректно относиться к этому вопросу. Здесь нельзя переоценить ценность сравнительного анализа домов, которые каждый уважающий себя риэлтор делает по любому дому, который он либо продает, либо приобретается своим клиентом. Это просто часть культуры, это часть профессионализма и это то, как ваш клиент, соответственно, узнает, ну как наш клиент, как наш клиент узнает о том, а соответствует ли заявленная цена этого дома, этого листинга реальной рыночной. И вот проделывая вот такой анализ, опять же правильно проделывая, потому что неумело можно там такие цифры нагородить, что покупатель будет в шоке или продавец о том, что вы там ему показываете. Но если это делать правильно по науке, то есть так, как это положено, то мы видим определенное количество домов, которые были проданы в этой эре, которые стали пендинг здесь же и которые также находятся актив. И по каждой из этих трех категорий мы смотрим по актив, как долго они висят на рынке и почему это происходит. Мы также можем с потенциальным продавцом один, там два, три или сколько там понадобится этих актив домов посетить, чтобы понять, чем этот дом лучше или хуже того, который мы собираемся выставить на рынок. Здесь, в общем-то, абсолютно понятно, что нас всегда будут сравнивать и мы должны сами понимать, что у нас лучше, а что у нас хуже. То есть по локейшн это и так понятно, мы сами знаем, да, где мы, а где, допустим, другой дом. А что касается внутреннего убранства, так скажем, размера там участка, какой-то утесненной застройки там и прочих разных других параметров, это то, что мы, конечно, можем фактом непосредственного присутствия на конкурирующем доме, так скажем, оценить. И советую этим не пренебрегать, потому что это на самом деле очень серьезный такой аргумент, когда вы зашли, посмотрели и понимаете, что как вам лучше сделать поступить с вашим домом. Потому что если этот дом, на который вы пришли, завис на рынке, но и если вы видите, что он ничем вашему не уступает и к нему практически невозможно придраться, и тогда, соответственно, вы понимаете, что, скорее всего, этот дом переоценен. Для вас это будет очень серьезный звоночек и определяя стоимость своего дома, вы можете взять на вооружение историю этого и понять, что, ну вот, люди оценили в такую-то цену, ну и что, стоит он на рынке полтора месяца, но ходит там к нему кто-то, смотрит все как на музей, а реально никакого серьезного эффекта от этого нет. Неужели вы хотите повторения вот этой истории, которая уже прямо перед вами? Многие скажут, конечно, нет, а раз так, то, соответственно, они более трезво начнут смотреть на те цифры и те истории, которые уже имели место, чтобы плохое не повторять, а наоборот, что-то такое хорошее в продажу этого дома привнести. Это ускорит процедуру, это увеличит поток потенциальных клиентов к вам, потому что, если вы, не как обычно у нас, многие хотят сначала цену задрать, чтобы было откуда падать, а если вы оцените, допустим, даже, может быть, по среднему или чуть там ниже среднего, то вы увидите, что это вызовет очень серьезный интерес людей, и они сами, соответственно, также изучая и делая сравнительный анализ рынка, вам предоставят те цены, которые соответствуют этому самому рынку. То есть не думайте о том, что кто-то начнет вас там куда-то вниз продавливать на seller's market, когда домов вообще нет, когда все заинтересованы действительно это приобрести, когда любой уважающий себя риэлтор своему клиенту, что покупателю, что продавцу на берегу объясняет, что на самом деле происходит. И, соответственно, если у вас нет таких спекулятивных настроений, я имею в виду, что у вас единственный дом, и вы думаете, вот было бы здорово сейчас его обналичить, потому что, по вашему мнению, непонятно откуда взявшемуся завтра будет там кризис, не знаю, там какая-то война сумасшедшая или там еще что-то. Вот если это не ваш случай, то тогда, соответственно, вы можете очень трезво и взвешенно отнестись к тому, что происходит на рынке. Ваш дом не попадет в категорию price change через там неделю-две-три, потому что он никому не интересен по той цене, которую вы себе выдумали и сфантазировали. И у вас будет успешная продажа. И, опять же, если все сделано по науке вашим риэлторам, то у вас, в принципе, только одна дорога – это к успешному закрытию сделки. И, соответственно, у вас останутся очень приятные впечатления и от самого процесса, скорее всего, и от того, что вы работали с настоящими профессионалами, которые очень качественно и быстро сделали свое дело. Поэтому это очень важный момент, и старайтесь как-то держать это все время в голове и правильно проставлять приоритеты. Ну что ж, мы сейчас немножко отдохнем, придемся на коротенькую рекламу. Вы, пожалуйста, переварите эту часть информации и готовьтесь нам звонить, если у вас есть вопросы по номеру 971-319-1130. Вы слушаете KX-ET 1130 AM. Радио Славик Фэмили. Радио Славик Фэмили в цифровом формате в любой точке мира. Скачай бесплатное приложение для своего мобильного телефона. Доступно для iPhone и Android девайсов. Дамы и господа, весна – время не только обновления природы, но и нашего гардероба. Приглашаем вас в магазин мужской одежды «Валентинс Рак» 8 апреля на день открытых дверей и начало пасхальной распродажи костюмов с дополнительной скидкой в 15%. В нашем магазине вы найдете широкий выбор итальянских костюмов, сорочек, галстуков и обуви. Все со скидкой в 35%. Также предоставляются услуги ателье, пошив женских платьев и костюмов. Обращайтесь по телефону 971-220-5271 или по адресу 8383 Норд-Ист Сэнди Бульвар, комната 105, Портланд, Орегон. На перекрестке 85-й и Сэнди. Парковка с 85-й авеню. До встречи. Пора выглядеть с иголочки. Я люблю пельмени от Любаши, слеплены и с мясом, и с душой. Но вообще-то ты женат на Маше. Маша кормит тоже хорошо, но... Пельмени от Любаши вкуснее и сочнее. Пельмени от Любаши несите мне скорее. Пельмени от Любаши все лучшее для наших. Скажите вашим женам, готовьте как Любаша. Пельмени от Любаши. Действительно, с любовью. Хорошие новости. Всеми любимый стоматолог доктор Хок вернулся. Уже почти 30 лет он помогает своим пациентам сохранять здоровье зубов. Клиника Камос Дентистри удобно расположена на углу 192-й и 1-й авеню на плазе магазина Костко и улицы Милплей. В клинике предоставляют широкий спектр стоматологических услуг и принимают большинство страховок, включая АЭТНА, Мэтлайф, Дельта и DSHS для пациентов от 6 до 20 лет. Звоните по номеру 360-828-5502 и получите скидку 15% при оплате наличными. Наша клиника также приглашает на работу русскоговорящих ассистентов-стоматолога. 360-828-5502. Power Auto Group. Это 13 автостоянок, расположенных по всему штату Орегон, где вы можете приобрести автомобиль. Русскоговорящий менеджер поможет вам выбрать новую или поддержанную машину от мировых автопроизводителей. Nissan, Chevrolet, Buick, Mazda, Honda, Kia, Ford, Lincoln, Chrysler, Dodge, Jeep и Volkswagen. А также мотоциклы Yamaha, Kawasaki, KTM и Can-M. Звоните Игорю. 503-990-89-85. 503-990-89-85. Проблемы с кредитом? Не беда. Мы также предлагаем финансирование. Даже с плохой кредитной историей и без подтверждения дохода. Банкротство, репозиция? Звоните. 503-990-89-85. 503-990-89-85. Power Auto Group. Позвольте продемонстрировать наше стремление к совершенству. У вас случилась автоавария или рабочая травма? Не переживайте. Позвоните в клинику Pacific Chiropractic. Мы избавим вас от лишнего страхового и бумажного стресса. И возьмем все ваши заботы на себя. Наши клиники удобно расположены. В Портленде на пересечении 172 и Division. И в Ванкувере на пересечении 120 и Mill Plain. Наш телефон 503-760-07-78. Мы заботимся о вас и вашем здоровье. Удивительный доктор Баженоцельник – это доктор для всей вашей семьи. Лечение всех видов женских, мужских и детских заболеваний. Сердце, давление, полнота, щитовидка, сахарный диабет, болезни спины, мышечные ткани, желудок, простата, кожные и многие другие заболевания. Обследование, диагностика и выполнение всех видов анализов на все системы, включая полный анализ крови. Принимаются различные виды страховок. Для Портмонта звоните. 503-699-0600. 503-699-0600. 503-699-0600. Доктор Баженоцельник говорит по-русски. Иммиграцион Виза Сервис Организейшн предлагает все виды иммиграционных услуг. Политическое убежище, гражданство, статус беженца, разрешение на работу, воссоединение семьи и другие виды иммиграционных услуг. Наш телефон 866-229-04-07. По-русски 916-838-87-81. Хотите приобрести дом с минимальными расходами? Хотите перефинансировать ваш дом или уменьшить вашу оплату? Уже на протяжении 10 лет Джоэл Конрад от Finance of America помогает семьям в оформлении домов. Благодаря многолетнему опыту Джоэла, индивидуальный подбор вида займа и процесс его оформления всегда проходят на высоком, профессиональном уровне и в кратчайшие сроки. Джоэл поможет вам в воплощении вашей мечты о доме. Звоните сегодня, и его ассистент Татьяна Башелюзная поможет вам на русском языке. 360-609-86-30. 360-609-86-30. Внимание у всех собственников траков и тех, кто желает приобрести грузовик. McCoy Freightliner представляет новую модель 2017 года. Freightliner Evolution DD-12. А также в компании McCoy Freightliner вы можете приобрести поддержанные грузовики любой марки и модели по самой конкурентной цене. Компания McCoy Freightliner предоставляет полный спектр сервиса, запчастей и дискаунтов. Звоните прямо сейчас. 503-272-6151. Или посетите наш сайт McCoyFTL.com. Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Всем еще раз добрый день. И сегодня, как обычно, по вторникам и по пятницам мы анализируем, общаемся с вами по телефону, когда у вас есть вопросы. Одним словом, говорим о том, что нас больше всего волнует. Но если так, кроме духовного, так это сейчас недвижимость, недвижимость и питание. И вот недвижимость – это то, что включает в себя очень многие аспекты. Знаете, недвижимость – это не просто дом, это, я бы сказал, даже образ жизни. И вот в таком образе перед вами предстает известный риэлтор Александр Сорокин, который сегодня продолжает анализировать вместе с вами, а также с вашим покорным слугой. Следующий момент, очень важный, о котором поговорим, это причины, наверное, почему же у нас все-таки так мало на рынке сейчас представлено домов. Это одни из самых распространенных причин, опять же, потому что очень часто мне задают эти вопросы о том, с чем же это связано, что же такое происходит. И, то есть, вроде как никакого суперперенаселения Америки не наблюдается. Вот мы видим, что цены все растут, растут и растут и так далее. Вот обсудим этот вопрос на определенных даже примерах с очень интересной информацией. На самом деле, сейчас мы наблюдаем такую картину, при которой за последние, наверное, 20 лет у нас на национальном уровне самое минимальное предложение сложилось на рынке. То есть, таких цифр еще не было. Ну, вот опять же, за последние 20 лет это тогда, когда уже началась вестись официальная такая статистическая информация о количестве сделок, о том, что там происходило с ценами и так далее. И вот мы видим по всем абсолютно экспертным заключениям, оценкам и официальным источникам тоже о том, что у нас сейчас наибольшее падение в категориях предложения домов произошло как раз в наиболее таком массовом спросе. Что, в общем-то, это понятно, потому что вот подавляющее большинство first-time homebuyers, они находятся не в ценовой категории, там полмиллиона, да, они находятся в намного более нижней. Это там 250 плюс, то есть у кого какая там ситуация, но в основном это категория где-то 250, может быть там 350. Это эти цифры, они примерно совпадают, ну, с определенной коррекцией там в 10% и по Вашингтону, по Кларк Каунти. Там, соответственно, примерно на то же самое, цены примерно на 10% ниже. То есть вот, учитывая вот эту разницу, мы все равно находимся примерно в одном ценовом диапазоне. Это очень легко понять, то есть у нас очень много людей по аналогии приобретает дешевые машины и очень мало приобретает людей дорогие машины. То есть чем она, допустим, дороже, тем меньше людей ее купит. Примерно то же самое происходит и на рынке недвижимости. Если типичный хоумбайер находится вот в диапазоне там 250-350 и объекты массовой застройки тоже где-то вот в этом же ценовом диапазоне присутствуют, то, соответственно, мы наблюдаем то, что именно здесь наибольшая сложность выбрать дом, успеть его приобрести. Здесь наибольшая конкуренция. Мы наблюдаем очень большое количество офферов на корректно оцененный дом. А если он даже специально чуть занижен, там количество этих офферов еще большее, потому что больше людей предполагает, что может себе это позволить по листин прайс. И, соответственно, риэлтор, возможно, понимая, что этот человек все равно больше себе дороже что-то не сможет купить, то пишут офферы в пределах максимального его приапрувала и все равно пролетают, потому что, ну, заканчивается это все намного дороже. И здесь такое общее правило, оно, в общем-то, на рынке недвижимости всегда было и есть, я думаю, что и будет, никуда мы от этого не денемся, что стоимость за score foot дома нужно сравнивать, все-таки сравнивая одинаковые или очень близкие по квадратуре дома. То есть, если мы говорим, допустим, о доме в 1000 score feet, то сравнивайте, пожалуйста, этот дом с домом, который отличается от этого или находится в диапазоне там 900-1100. Если вы сравниваете стоимость score feet в доме, который размером в 1000 score feet с домом, который в размере 1500, то, а ваш, соответственно, больший, да, и вы думаете, так, он продался дом, там через два квартала, ну, в принципе, рядом, да, он был 1000 score feet, продали там его за 300, значит, цена моего дома я должен высчитать из расчета там 300 долларов там за score feet, ну, к примеру. И человек таким образом умножает эти 300 за score feet на площадь своего дома и получает 450. И он ошибается 1000 на 50, соответственно, и когда он уходит за 450, ему, может, в течение месяца ни одного звонка не быть, и никто даже смотреть не придет, потому что произошла очень типичная ошибка. Математика здесь не работает вот так вот прямо, как многим кажется, потому что вы просто сравнили несравнимые. Вы должны были посмотреть не на дом, который продан в вашем районе, который был 1000 score feet, потому что вам очень интересно, удобно и выгодно использовать стоимость за один score foot именно такого дома, применительно к большему дому своему. Но нужно было посмотреть, а был ли продан недавно дом, похожий на ваш, примерно того же года застройки, той же площади, в таком же состоянии и схожий по всем остальным основным критериям, и почем он был продан. Или если не был, то почем он выставлен и как долго он уже стоит. И вот с этим домом вы можете себя сравнить. Потому что если вы найдете такой же дом, как ваш, плюс-минус 100 score feet, к примеру, то это как раз будет наиболее корректная, наиболее оптимальная, правильная оценка, которая максимально вам поможет. Это не будет являться однозначным сравнением, прямо вот чтобы вы понимали, что это два зеркальных варианта. Может такого и не быть, потому что всегда нужно иметь в виду, что есть, допустим, кэш-байерс, которые могут там как продавить цену вверх, так и вниз. Причем очень существенно, просто потому что они кэши, и они, если продавливают ее вверх, то есть когда они борются с остальными бидерами, которые тоже пишут свои офферы, они продавливают ее вверх, зная, что в их случае никакой оценщик не придет, никто не скажет, что ваша цена не соответствует действительности, не начнет ее корректировать вниз, и они наоборот имеют в этом смысле преимущество перед всеми остальными финанс-байерс, потому что у них нет вот этого сдерживающего фактора в виде оценщика. И поэтому даже зная и предполагая о том, что дом, допустим, стоит 350, они могут легко дать 370 и знать, что никто им не указ, потому что у них есть эти 370 на счете, и они могут этими деньгами расплатиться. Соответственно, тот человек, который финанс-байер, и который понимает, что этот дом не стоит 370, он может, в принципе, тоже написать 370. Ему это ничего не мешает сделать, если его приупровал, позволяет. Но дальше будет такая очень интересная вещь. Риэлтор, продавца с продавцом вместе возьмут эти два оффера, увидят, во-первых, что есть кэш-оффер за 370, есть финанс-оффер за 370. Они прекрасно понимают, что нет кампс в этой эре, которые бы подтвердили или одобрили эти 370. Есть кампс, которые говорят о том, что красная цена этого дома как раз там, ну, может быть, плюс 5 тысяч к листин прайс, но никак не 370. И, глядя на это, любой риэлтор своему продавцу скажет, что ни в коем случае не бери финанс-тоффер, потому что потенциальная проблема в этой ситуации будет заключаться в том, что придет оценщик, не оценит дом так высоко, и первое, что сделает покупатель, скажет, слушай, ну мне банк-то денег не даст на 370. Я же не знал, что он столько не стоит. Я понимаю, что вот селлорзмаркет, что надо там со всеми бодаться, надо пытаться продавить там свой оффер всевозможными усилиями, да, и средствами. Но если оценщик оценил его не в 370, а в 355, то значит давай уменьшай цену на 355. А продавцу это зачем? Соответственно, это тот потенциальный риск, который ему не нужен. А кэшбайер скажет, слушай, оценщика в нашей с тобой истории нет, все будет гладко, я сделаю все быстро, закроемся за 2 недели. Ну, возможно, он там все-таки инспекцию проведет, но а то может еще и от нее откажется или какой-нибудь очень такую простую pre-inspection сделает, когда поймет, что по основным, допустим, структурным элементам к дому у него претензий нет, апплайенсы сработают, придет там, допустим, с каким-то инспектором, очень быстро пробегутся по дому и скажут, слушай, ну, вроде как придраться не к чему, там косметические какие-то вопросы есть, но это все ерунда, это мы решим, пока живем. Ну, вот так дело не пойдет. Пойдет, не пойдет, но у инспекторов у многих рука набита, и они могут достаточно быстро и оперативно оценить основные элементы здания и дать отчет о том, что и как, потому что они сюда не пришли для того, чтобы в этот раз, чтобы 3 часа ходить по дому, делать кучу фотографий, а потом еще там тратить какое-то время на составление отчета. Они как раз сюда пришли для того, чтобы дать экспертное заключение в сжатые сроки, потому что продавец может сказать, что, ребята, у вас там максимум час, и вот за этот час они должны все просмотреть. То есть поэтому это и предполагает, что в таких случаях пробегаются по основному списку самых важных, дорогостоящих и теоретически, и потенциально опасных элементах, смотрят, все ли с ними хорошо, и, может быть, по ходу фиксируют там, где что не так, но это не будет потом говорить о том, что вот тебе отчет, из которого надо целую кучу всего вытащить и сказать, слушай, роняй цену, у тебя здесь там то-то и то-то. Это как раз для успокоения этого кэш-байера делается, который понимает, что да, нет идеального дома, даже нового, и все равно в любом доме есть какие-то проблемы, чуть меньше или чуть больше, но если в этом конкретно доме придраться, по большому счету, не к чему, с точки зрения снижения цены или потенциальной какой-то проблемы в ближайшее время, через месяц после закрытия или в течение года хотя бы, то тогда, в общем-то, о чем можно говорить? Это первое. Второе. Есть еще очень такой хороший элемент, хорошее средство для перестраховки – это home warranty. То есть, когда, ну, во-первых, есть абсолютно разные пакеты, которые предлагаются страховыми компаниями на home warranty и всякими разными другими компаниями, соответственно, тоже. И в эти пакеты входят определенный набор услуг на предмет того, что если вы заехали в дом и, допустим, в течение года что-то сломалось, ну, к примеру, water heater сломался или furnace сломался, то есть и то, и другое стоит тысячи долларов, или air conditioner из строя вышел, тоже тысячи долларов, да? И вы понимаете, что если дому там 10 лет, никакой гарантии нет ни на то, ни на другое, ни на третье, и вы потенциально столкнетесь с этой проблемой, и опять это какие-то тысячи долларов, которые, раз это не новое, все равно был риск того, что это произойдет. Соответственно, ну, мне известно о том, что есть пакеты, которые предполагают, вы платите там 350 долларов, допустим, в год, и он покрывает все основные апплайенсы, исключая вот те, которые я перечислил, то есть кондиционер, furnace, water heater и много разных других апплайенсов, которые еще есть в доме, и если вдруг что-то произойдет, то, может быть, вам и не полностью покроют замену или ремонт, но процентов там на 75-80 это будет. Представляете, да? То есть если furnace там стоит, не знаю, 5-6 тысяч с заменой, и у вас там есть home warranty, которую вы купили за 350 долларов, и не дай бог у вас этот furnace накрылась зимой, когда без нее вообще никак, то ничего другого не остается, как приобретать новое, а это опять тысячи долларов, а у вас есть home warranty. Соответственно, кто-то придет из ремонтников, специалистов, и либо заменит ее по этой home warranty, либо ее отремонтируют, и вы там заплатите, допустим, не 100% за ремонт или замену, а 80%. Разве это плохо? Замечательно. Поэтому это как раз один из таких элементов, которые могут, вот опять же, в правильной подборке использовать разные покупатели, вот в данном случае мы говорим о cash buyer, который может сделать pre-inspection, и который может перестраховаться с home warranty. То есть он прикрыл себя с разных сторон, и он может абсолютно более спокойно и взвешенно относиться к ценообразованию своего оффера и быть более убедителен. Самое интересное, что ту же тактику может на себя применить и любой другой finance buyer, потому что ему так или иначе он же не знает, с кем ему соревноваться. То есть если ему говорят, есть там 5 офферов, вполне вероятно, что один или даже может быть несколько из них могут быть cash offers. Соответственно, если это так, то как можно вот этот кэшоффер побить, когда он наверняка будет на уровне верхней планки всех этих 5, и вы будете примерно так же где-то там рядом, потому что все равно вы не прыгнете выше рыночной цены, и вы будете все равно постараться оставаться каким-то корректным и адекватным с точки зрения ценообразования. Что вы можете сделать? Вы можете, соответственно, перестраховавшись, провести вот этот pre-inspection какой-то очень короткий. Если это vacant house, то, возможно, вам и полноценную удастся сделать по согласованию с продавцом, потому что в доме никто не живет. Если вы хотите так рискнуть о том, чтобы отказаться от home inspection contingency, это, кстати, это очень серьезный ход, очень серьезный момент. Это означает, что вы уже никуда не денетесь, и сделку вы будете закрывать, потому что у вас имеется предварительная полная информация о тех проблемах в доме, какие есть, и вас это устраивает. Но кто из продавцов откажется от такого покупателя, который никуда не убежит? Конечно же, никто. Ну, или почти никто, потому что, кроме этого, там же еще много разных всяких других вещей. Там цена, да, financing contingency, хоть какой-то он все равно есть, и вдруг вам денег не дадут. Но здесь, в тот момент, когда мы говорим о конкуренции и войне этих офферов, здесь нужно вот к каждому составляющему, элементу вашего оффера относиться очень серьезно. Помните, что это не только цена, далеко. Ну, у меня был случай, когда мы писали оффер на дом за 300, ну, мы указали 350, в итоге наш оффер отклонили, и этот дом был продан за 333. Представляете, то есть 17 тысяч мы предлагали больше, не взяли. А в чем проблема? Ну, эту проблему до конца никто не раскроет, но когда мы увидели, что за 333 этот дом ушел не за кэш, а тоже за financing, причем был, ну, просто conventional loan, да, стало очень много вопросов о том, а что же все-таки было не так. То есть это могли быть вопросы о том, какого типа у нас был loan, потому что на это очень много внимания людей обращает, да, и много разных всяких других. Но вот, на мой взгляд, мы все-таки, все это сводилось именно к тому, что это был у нас там определенный loan, который по разного рода причинам мог не понравиться продавцу, и, ну, что-то не могут, там, передернули факты, там, что-то еще они как-то не так отреагировали. Но основная претензия была именно по типу loan, потому что боялись, что, возможно, сделка не профинансируется. Поэтому по всему остальному вопросов не было никаких. То есть мы даже по нашей этой цифре подтвердили сравнительным анализом о том, что мы не завысили стоимости, что проблема у нас с оценщиком, что проблемы не предполагаются. Этот вопрос был закрыт в результате переговоров, но в итоге все равно они, там, решение приняли в пользу, там, другого оффера. Конечно, там, down payment мог быть выше, там, еще что-то. То есть мог быть целый букет всяких разных других более таких интересных и приемлемых вопросов. Но этот пример я привел для того, чтобы вы понимали, что максимальная цена вашего оффера, особенно если он финанс, финанс, это не стопроцентный козырь в выигрыше вот в той ситуации, когда имеется конкуренция офферов. 350 и 333, представляете? То есть человек отказался от лишних 17, но и взял другой финанс оффер. Здесь вот, в общем, это, если бы прочитал в газете, да, может быть, не поверил, но когда я это переживал на собственной школе, да, как говорится, совсем другой к этому подход становится. Потому что задаешь вопросы, общаешься, очень глубоко во все это ныряешь, погружаешься и находишь такие ответы, которые, возможно, интуитивно понимал, но... Простите, а инспекцию проводили, ты, думаю? Инспекция проводилась после, соответственно. Может быть, там что-то... Ну, я же говорю, то есть... Может быть, покупатель захотел что-то там купить или там сделать сам там... Я не знаю, что там было. Я говорю, то есть здесь никто вам не будет рассказывать о том, как там было у выигравшего оффера что. Просто сказали, что выбрали другой, а потом по факту закрытия сделки мы узнали, почем было закрыто и какой был тип оплаты. Вот. Это потому что официальная доступная информация. Так мы это и узнали. И думали, опа. Даунпеймент, может быть, лучше. Вот я об этом и сказал, что если там, допустим, человек, покупая дом за 333 в итоге, сказал, у меня даунпеймент там половина. Да. Представляете? То есть человек только продал другой дом, у него equity оставалась какая-то в кармане после того, как он рассчитался. Ну да. И это был очень серьезный козырь. Вот. Поэтому очень много всяких разных критериев. И цена – это один из них, но это не стопроцентно ключевой момент. Поэтому старайтесь быть… Мой такой совет, если подытожить вот все то, о чем мы сейчас с вами поговорили, это старайтесь быть адекватными и старайтесь как можно глубже… Адекватные, это вы правы. Да. Абсолютно. Да, старайтесь как можно глубже погружаться в те вещи, которые являются неотъемлемой частью вот этой индустрии. Потому что у нее есть все-таки свои особенности. Как я привел некую аналогию с продажей машин, так вот именно вот то, как я это сравнил, это, пожалуй, похоже. Во всем остальном – это небо и земля. Это абсолютно нельзя сравнивать. Потому что купить дом – это не то же самое, что купить товар в магазине, где указан ценник на полке. Ты его взял с полки, пошел на кассу, отдал эту сумму, и товар твой. С домом не так. К сожалению, время у нас подошло к концу. Я напомню, что с вами в эфире был ваш риэлтор Александр Сорокин в штатах Вашингтон и Орегон. Программа у нас называется «Двигаем недвижимое». То есть мы все время рассказываем о том, как решать наиболее сложные вопросы, которые вытекают из нашей практики и не только из нашей. Номер моего телефона повторю дважды. И вкратце о спонсоре нашего эфира. Ко-спонсоре – это Джоэл Кунрад. Вы можете слышать информацию рекламную на Slavik Family на регулярной основе. Это Loan Officer компании Finance of America. Специализируется на Zero Down Payment Loans. Это как раз в тех случаях, когда у вас вообще, возможно, нет никаких денег. А также на грантах на покрытие Closing Cards. Такие программы тоже есть. Потому что, когда вы приобретаете дом, все равно вы что-то платите за закрытие сделки. Вся информация в нем в журнале Афиша. 8-10 страницы. Более подробно вы это там найдете. И у него есть русскоязычный ассистент Татьяна Пашелюзная. Тоже номер телефона там же. Пожалуйста, обращайтесь. И мой номер телефона для тех, кто хочет купить или продать в Орегоне и Вашингтоне. Всегда буду рад помочь. 503-863-9369. Еще раз. 503-863-9369. До новых встреч. Продаете или покупаете недвижимость? Обратитесь к риелтору компании Premier Property Group в штатах Орегона и Вашингтон Александру Сорокину. Как профессионал своего дела, он уверенно проведет вас по сделке, представляя исключительно ваши интересы. Оперативно окажет необходимое содействие во всех попутных вопросах и с максимальной выгодой для вас. Высочайший уровень и качество риелторских услуг Александра Сорокина – ваш правильный выбор. Только для вас 4 раза в неделю в прямом радиоэфире авторская программа Александра «Двигаем недвижимое». Звоните Александру 503-863-9369. Вы слушаете радио «Славик Фэмили». Новое радио на старой волне. Без шести минут два у нас на часах в студии радио «Славик Фэмили». У нас все точно. И как я вот завидую сейчас черной завистью Александру Сорокину, который отправился в соседнюю аудиторию, где сейчас в самом разгаре... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова